Азбука налогообложения. Что следует знать индивидуальным предпринимателям о патентной системе налоговых сборов? Как оформить и получить патент? На какой срок? При каких условиях? Подробности в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Напомним, привычный для предпринимателей налоговый режим ЕНВД единый налог на вмененный доход был отменен решением российского правительства с 1 января 2021 года. Бизнесу пришлось выбирать альтернативные формы налогообложения. Одним из приоритетных вариантов для владельцев небольших предприятий стала патентная система. Патентная система налогообложения – это одна из систем налогообложения, которую налогоплательщик выбирает самостоятельно. Применять эту систему налогообложения может только индивидуальный предприниматель. И при условии, что у него не более 15 человек работников и не больше 60 миллионов в год дохода. Патент заменяет собой налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость. Отчитываться по доходам и сдавать декларацию не нужно. При этом система имеет свои преимущества и особенности, в которых предпринимателям стоит разобраться. На один вид деятельности выдают один патент. Те, кто решил применять эту систему налогообложения, обязаны представить заявление о переходе на патентную систему не позднее 10 дней с начала деятельности. И они могут взять его на 3 месяца, на 9 месяцев, на 6 месяцев пропустила и на весь год, до конца года. В налоговом кодексе перечислено 80 видов деятельности, разрешенных для патентной системы налогообложения. Это общепит и розничная торговля, различные услуги населению, гостиницы, автосервисы и автостоянки. Налог считают по ставке 6% с потенциального годового дохода. На сайте налоговой службы есть калькулятор, где можно рассчитать примерную стоимость патента в своем регионе. Заявление о переходе на патентную систему следует направлять в налоговую инспекцию, где состоите на учете. Это заявление рассматривается в камеральном отделе и им выдается либо отказ, это очень тоже редко бывает, либо сам патент, в котором также прилагаются квитанции и по какому сроку нужно заплатить и какие суммы налогов. Региональные власти принимают закон о применении патентной системы. Устанавливается так называемый вмененный доход, целая таблица, в зависимости от территории, где применяют эту систему налоговложения. Стоит отметить, что сумма патента может быть уменьшена на размер уплаченных предпринимателем страховых взносов на 50 или 100%. Для уменьшения налога необходимо отправить уведомление в инспекцию, где приобретался патент. Ведите свой бизнес грамотно!